Всем доброго дня! Это Гелиосар и учебник география 7 класс за авторством Алексеева, Николиной, Липкиной, серия «Полярная звезда», издательство «Просвещение». Параграф 20. Почвы. Чем объясняется разнообразие почв? Какие типы почв распространены на Земле? Так чем же объясняется разнообразие почв? Вы уже знаете, что такое почва. Почвы разных мест очень сильно различаются между собой, не одинаково и их плодородие в разных регионах Земли. На образование почв оказывают влияние очень многие факторы – рельеф, горные породы, но главными являются климат и растительность. Если осадка выпадает мало и растительность скудная, то почвенный слой образуется тонкий и содержит мало перегноя. В местах с достаточным количеством осадков, тепла и богатой растительностью формируются куда более мощные плодородные почвы. В распространении почв на планете имеются определенные закономерности, позволившие Докучаеву открыть закон мировой почвенной зональности. Размещение почв тесно связано с природными условиями территории. В каждой природной зоне, в зависимости от климата, условий увлажнения и температурного режима, формируются определенные типы почв. Вместе с тем, широтное положение почвенных зон нарушается природными особенностями континентов и их отдельных частей. То есть, разнообразием рельефа и почвообразующих горных пород, близостью океана. Это приводит к пестроте, мозаичности почвенного покрова. И от себя добавлю, почему такое огромное внимание уделяют почве. Дело все в том, что на других планетах, что Солнечной системы, что, видимо, каких-то других планет, куда человек пока что и близко даже не добрался, почв нет. То есть, если вода и, возможно, даже какие-то микроорганизмы в этой воде на каких-то других планетах, даже, возможно, в Солнечной системе, есть вода на других планетах, есть точно в Солнечной системе, она есть на Марсе, она есть на некоторых спутниках Юпитера и так далее. Причем вода в жидком состоянии, такая особенность. Поэтому вполне вероятно, что какие-то микроорганизмы там могут быть. То вот почвы есть только на Земле. Поэтому почвы являются уникальной особенностью именно Земли. Поэтому, объективно, дается такое огромное внимание именно почвам. И запомните, значит, факторы почвообразования. Климат, горные породы, рельеф, растительный и животный мир и время. Разнообразие почвы определяется природными особенностями конкретной территории. Климатом, растительностью, рельефом и другими факторами. Какие типы почв распространены на Земле? Рассмотрите профиль на рисунке 55. Вы видите, что в каждой природной зоне соответствует определенный тип почв. В зоне арктических пустынь в суровых условиях образуются очень маломощные, скудные арктические почвы. В тундре формируются тундрово-глеевые почвы, для которых характерна очень малая мощность, переувлажнение, бедность питательными веществами, низкая агрономическая ценность. В зоне тайги под темнохвойными лесами формируются подзалистые почвы с довольно скудным гумусовым горизонтом и мощными нижележащими горизонтами, которые сильно осветлены и напоминают заул. Именно поэтому и горизонт, и сам тип почвы называются подзалистыми. Такое строение почвенного слоя связано со сравнительно небольшим количеством ежегодного опада в хвойном лесу. Опад это всякие хвоинки, листья и тому подобное, то что опадает на землю от растений. Но при всем при этом, большая годовая сумма осадков в тайге, которая промывает верхние горизонты почвы, выносит оттуда гумус в более нижние горизонты. Наиболее плодородные почвы формируются в лесостепной и степной зонах. В зоне смешанных лесов, где к хвойным деревьям присоединяются более теплолюбивые мелколиственные береза, осина и широколиственные липа, дуб, клен, распространены умеренно плодородные дерново-подзалистые почвы. Содержание гумуса в почве возрастает, хотя промывание и здесь довольно значительное. Далее, южнее, где температура выше, а увлажнение больше, произрастают широколиственные леса, под которыми формируются серые лесные почвы. Ежегодный значительный опад листьев способствует накоплению мощного гумусового горизонта, поэтому почвы отличаются высоким плодородием. В зоне жестколистных, вечно зеленых лесов и кустарников, то есть в зоне средиземноморского климата, преобладают коричневые и серо-коричневые почвы. В лесостепной и степной зонах формируются самые плодородные на планете почвы – черноземы. Пышный покров из трав дает обильный опад в конце каждого теплого сезона, а промывание почвенного слоя сравнительно слабое в условиях недостаточного увлажнения. В результате образуется мощный гумусовый горизонт, нередко до метра толщиной. Каштановые почвы образуются в сухих степях, в условиях более высоких температур, меньшего количества осадков, чем в разнотравных степях. Мощность гумусового горизонта в них от 20 до 50 сантиметров. По плодородию они уступают черноземам, но все же относятся к наиболее плодородным. Сухие степи сменяются полупустынями и пустынями. Из-за сильнейшей сухости, высоких температур и редкой растительности в почве накапливается очень мало перегноя. Здесь образуются пустынные почвы – бурые в полупустынях и серобурые в пустынях. В зоне саванн процесс почвообразования происходит в условиях сезонного выпадения осадков. Во влажный сезон из почвы сильнее вымываются необходимые растениям питательные вещества. В засушливый период из-за недостатка влаги замедляется жизнедеятельность организмов, и растительный опад травяного покрова разлагается не полностью. В почве накапливается перегной. В саваннах сформировались относительно плодородные красно-бурые почвы. По обе стороны от экватора в зонах постоянных влажных и переменно влажных лесов распространены красные и красно-желтые ферролитовые почвы, содержащие соединения железа и алюминия. Соединения железа придают почвам красноватый оттенок. Поступающие в почву в большом количестве органические вещества до конца разлагаются, а не накапливаются в ней. Эти питательные вещества растения быстро поглощают, а обильные дожди промывают почвенный слой, поэтому такие почвы не обладают высоким плодородием. Почва – главное богатство любого государства, поскольку на ней производится около 90% продуктов питания. При правильном использовании почвы можно улучшать, а их плодородие повышать. Почвы, в зависимости от условий, осушают или орошают, вносят в них необходимые удобрения, соблюдают определенные правила при обработке. Не следует, например, пахать на крутых склонах, важно соблюдать разумный севооборот, чередовать во времени посевы разных культур, периодически оставлять поля под паром, то есть без посевов, с тем, чтобы земля накопила какое-то количество полезных веществ и как бы слегка отдохнула. На земле распространены самые разные типы почв, но плодородие их не одинаково. Запомните, типы почв, распространение почв на земле. Вопросы. Чем объясняется разнообразие почв на земле? Разнообразием климата, разумеется, широтностью, потом разнообразием рельефа и рядом других факторов. Что влияет на образование различных типов почв? Прежде всего, на это влияет климат и рельеф. Далее. Третье. Установите соответствие между перечисленными природными зонами и типами почв. Важные экваториальные леса – это, как правило, красно-желтые ферролитные почвы. В степной зоне – это черноземы. В саваннах – как правило, красно-бурые почвы. В широколиственных лесах – это серые лесные почвы. И далее. В тайге – это подзалистые почвы. Четвертое. Выберите верный ответ. Кто из ученых открыл закон мировой почвенной зональности? Докучаев. Пятое. Какая существует связь между почвой и растительностью? Самая прямая. Для растительности, как таковой, почва не очень-то нужна. Во всяком случае, есть некоторые растения, которые и на голом песке, и даже на гальке ухитряются расти. Но при этом именно благодаря растительности, точнее, отмирающим растительным остаткам, и образуются почвы. Большинству растений, безусловно, необходима почва для того, чтобы расти. Но есть ряд растений, которые и на голом песке вполне себе могут произрастать. Далее. Связь между почвой и растительностью я уже привел. Далее. По рисунку 55 сравните, как проходят границы гумусового горизонта и почвенного слоя в целом. Видите ли, почвенный слой и гумусовый горизонт – это все-таки несколько более разные вещи. Видите, такой линией пунктирной показан гумусовый горизонт. А далее уже общая толщина почв показана более темным цветом. И здесь четко показано, что, например, в степях гумусовый горизонт очень толстый. При этом и сам слой почв тоже толстый. В пустынях, естественно, и гумуса, и почвы крайне мало. А вот, например, во влажных экваториальных лесах и в саваннах, вроде бы гумуса не очень много, но при этом почвенный слой достаточно толстый. Связано это с тем, что гумус – это полуразложившиеся остатки органических веществ, которые накапливаются в верхнем слое. Но для того, чтобы происходило такое накопление, должно быть не слишком жарко и не должно идти слишком много осадков. Иначе все полезные вещества будут вмываться вглубь самой по себе почвы. Это очень хорошо видно на примере влажных экваториальных лесов. Огромное количество осадков постоянно вымывает из верхних слоев почв, из гумусового слоя, вглубь самой почвы, все полезные вещества. Такая вот особенность. Поэтому в степях они накапливаются в гумусовом горизонте, самым верхнем, а там, где осадков много, они наоборот уходят вглубь почвы. 7. Используя почвенную карту в атласе, нанесите на контурную карту области распространения самых плодородных почв земли – черноземов. Очень просто. Смотрите, где есть степи умеренной зоны. Степи умеренной зоны присутствуют на территории Евразии, это Украина и Россия в очень большом объеме. При этом обратите внимание, что здесь черноземы, как правило, будут присутствовать именно в степной зоне. Далее это территория Соединенных Штатов Америки. Там огромный объем черноземов. И определенный небольшой слой черноземов есть на территории Южной Америки в Аргентине. Обобщение по теме. Определяющую роль в природном облике Земли играют строения земной коры и распределение тепла и света на поверхности планеты. Земная кора формировалась в ходе геологической истории и продолжает развиваться поныне. С ее строением связано размещение крупных форм рельефа, гор и равнин, а также состав полезных ископаемых. В основном горы приурочены к складчатым областям, а равнины – к платформам. Разница в прогревании поверхности Земли и приземного слоя атмосферы на разных широтах определяет наличие климатических поясов, то есть зональность климата. Его особенности зависят от сочетания климатообразующих факторов, в том числе от рельефа местности. Температуры воздуха в основном закономерно увеличиваются от высоких широт к низким. Пояса атмосферного давления чередуются, создавая систему общей циркуляции атмосферы. Для областей высокого давления свойственна в большинстве случаев невысокая влажность и относительно небольшие суммы атмосферных осадков. Для областей низкого давления высокая влажность и сравнительно большие суммы атмосферных осадков. Реки и озера – продукт климата и рельефа. От климата зависит количество воды в реке или озере и их режим. Растительный и животный мир, а также тесно связанный с ним почвенный покров, чутко реагируют на различия в климатических условиях. Необходимым условием для развития живых организмов их общей биомассы и биоразнообразия является оптимальное соотношение температуры и влажности воздуха. Человеческая деятельность часто нарушает окружающую природную среду. Охрана природы становится общей заботой жителей Земли. Что ж, и небольшой отрывок, видимо, стиха писателя Гумилева. На полярных морях и на южных, по изгибам земных зыбей, межбазальтовых скал и жемчужных, шелестят паруса кораблей. Быстрокрывых ведут капитаны, открыватели новых земель. Для кого не страшны ураганы, кто изведал мальстрёмы и мель. Какие самые интересные природные объекты или явления на земном шаре вы хотели бы увидеть своими глазами в первую очередь? Ну, я думаю, что на подобный ответ вам стоило бы отвечать самим. Но я могу сказать, что я, безусловно, хотел бы побывать где-то в джунглях, потому что здесь леса я видел, пустыни видел, горы видел, а вот до джунглей и саванн ещё не добрался. Составьте топ-лист из 10 позиций. Объясните в группе место каждой позиции. Ну, не думаю, что учитель будет это задавать, но можете попробовать что-то составить сами для себя.